Люди серебряного возраста в 24-й школе – почетные гости. Военная медсестра Нона Марченко бывает здесь регулярно. По словам пенсионерки, она приходит в школу, как в родной дом, где ей всегда рады и готовы помочь, если нужно. Женщина вспоминает, как еще недавно она напутствовала первоклашек и желала им успехов в учебе. Мы проходили, дети нам дарили цветы, а некоторые вот такие треугольнички открыты. У меня сейчас этих открыток вот столько, вы понимаете. А некоторые откроешь, там какой-то цветочек, какое-то поздравление, какой-то рисунок. Вот так вот, вы понимаете, это для тебя приятно, это тебя воодушевляет. В День пожилого человека совет старшеклассников школы пригласил на праздник 36 ветеранов и тружеников тыла. Приготовили для них праздничный концерт, цветы и подарки. Благодворительную акцию назвали «Рядом живет ветеран». В 24-й она проходит при поддержке депутатов Гагаринского округа. Участник войны Павел Зубенко в свои 94 года все еще в строю, занимается общественной жизнью, воспитывает молодежь. Директор школы Ирина Васильева у него на хорошем счету не только как депутат, но и как заслуженный учитель. Учитель – это все. Первый воспитатель, кто дает первый залог всему росту ребенка. Старшеклассники постарались создать праздничную атмосферу для почетных гостей. Цветы и подарки, слова благодарности за мирное небо и приглашение на праздник 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Депутатский корпус уже разработал ряд мероприятий, приготовил программу действий на эти полгода, чтобы достойно отметить этот великий праздник. Это действительно тонкая работа и затрагивающая такие вот душевные моменты. В 24-й школе тоже готовится к 9 мая. Депутат Васильева с коллегами по Гагаринскому округу уже знают, чем помочь ветеранам. Кому нужно оказать поддержку с ремонтом квартиры, а кому купить холодильник или стиральную машину. Или просто прийти в гости, чтобы пенсионеры не чувствовали себя одинокими. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.